Сегодня вместе с Насибой Байматовой мы отправимся в мини-путешествие от начала канатной дороги Чимбулака до самого Толгарского перевала на высоту 3200 метров. Насиба Байматова это ученый, химик, руководитель лаборатории экологии и биосферы, а также спикер Телик Салматы 2017 года. В «Копилке степи» уже есть интервью с Насибой Байматовой о ее карьерном пути, о популяризации науки. Сегодня мы тоже хотим затронуть очень важную и насущную тему о проблеме экологии. Давайте начнем. Экологических проблем в Казахстане у нас очень много. Так как я как специалист по качеству воздуха, я, конечно, скажу, что в первую очередь это качество воздуха, второе, это нехватка воды в этом году, я думаю, даже в Астане не было воды какое-то время. И с каждым годом мы будем сталкиваться и с изменением климата, то есть видно, что в этом году жарче, чем в прошлом году. Экологические проблемы можно перечислять долго, то есть проблемы, что они не решаются, то есть не принимаются меры. Топ самых три загрязненных города и топ более экологически чистых? Да, топ, я буду говорить по загрязнению воздуха, потому что у нас есть исследования в этой области. Топ три это, естественно, Алматы, Астана, Тимиртау, то есть Шымкент, Жасказган. Самые чистые города это Уральск, Аксу, потому что там нет промышленности, они газифицированы. У нас есть одна статья, где были проведены обзоры по 21-му городу в Казахстане. То есть загрязнение воздуха, оно разделяется, есть множество загрязнителей воздуха. Но в приоритете их восемь, которые, почему именно они, потому что их вывели как самые негативные, не влияющие на организм человека, вот, поэтому обзор, который мы делали в научную статью, это было именно по ПМ 2,5, я думаю, уже многие знают, что это, это взвешенные частицы, патрикает матерс, 2,5 это размер микрометров, то есть микрометров, это очень маленький размер, мы его не видим, это меньше, чем человеческие волосы в 30 раз, меньше, чем песчинка, от которого вы можете видеть на пляже. То есть опасность их в том, что, имея маленький размер, они легко проникают в организм человека. Все бы ничего, что они имеют маленький размер, но они еще имеют такое свойство, что они на себя царбируют, то есть они такие некоторые транспортеры других химических загрязнителей опасных, то есть они переносят в организм человека различные загрязнители, какие именно это зависит от природы загрязнения. У вас вчера проходила лекция, и кажется, затрагивалась тема о том, как плохая экология влияет на психологическое состояние населения. Да, такие исследования на самом деле являются уже такими специфичными. У нас в Казахстане нет сейчас пока basic исследований, то есть что происходит воздухом, основные загрязнители не контролируются. А вот эти исследования, они уже идут такие hot topics, которые людям понятны. Есть много исследований, показывающие, как загрязненный воздух именно взвешенными частицами, пьемдо с половиной, негативно влияют на детей и старшее поколение. То есть поступает на развитие мозга влияет, то есть нейронные связи плохо развиваются. То есть и поэтому поведенческий характер детей, то есть потому что они неусечивые, тревожные и так далее, это тоже связано с загрязнением воздуха. Это я годами рассказываю, что от самых простых болезней, симптомов, это как головокружение, усталость, сонливость, головные боли, аллергия до самых сложных, приводит как болезнь Альцгеймера, то есть на мозг влияет, онкологическим заболеваниям, то есть респираторно, естественно, все связано с органами дыхания. А можно сказать, что, допустим, дети получают больше вреда от загрязненной кровати? Да, естественно, потому что из-за роста загрязнители воздуха, они по высоте тоже располагаются. Такие исследования тоже есть, увы, не в Казахстане. Беременные дети и старшее поколение, они как раз являются самым уязвимой частью людей, которые подвергаются загрязненному воздуху. Как эти проблемы решаются сейчас в Казахстане и как решаются за границей? Никак. В Казахстане никак в целом. Источники загрязнения, которые у нас есть, они общеизвестны. Как мне уже говорили, не нужно быть доктором наук, чтобы понимать, что происходит. Это сжигание твердого топлива и жидкого, сжигание угля и выхлопа автомобильного транспорта. То есть у нас есть несколько исследований и тоже во время ковида, где мы как раз показывали, что когда на улице не было практически ни одной автомобилей, что все еще воздух оставался грязным, потому что это был отопительный сезон, что сжигание низкокачественного угля с высокой зольностью. Это экибастуз, да? Да, экибастузский уголь, у него 42% зольности. Очистительная система тоже к ним, очень много вопросов на ТЭЦ. То есть все это вкупе и меры должны приниматься как бы в комплексе. Чаще всего нас пытаются это решить высадка деревьев, которые на самом деле никак не чистят воздух. Давайте продолжим дальше там. Или там, как говорят, хотим построить цветы дома, они чистят. Нет. Есть некоторые растения, которые чистят от определенных кругов, но это не значит, что вы засадили дома растениями, и все воздух будет чистый. То есть, ну, тут, наверное, больше вопрос не как очистить, а как не загрязнять. Мы продолжаем наш путь и наше интервью. Остановились мы на вопросе о решении проблемы экологии в Казахстане и за границей. Сейчас продолжим сравнивать, смотреть, как это происходит в мире и у нас. Вы ранее упоминали, что в Казахстане, можно сказать, что эта проблема не решается. А вот за границей, как к этому относятся? Ну, то есть, как они пришли к тому, что они начали решать? С чего они начинают? Можем ли мы перенять их опыт? Зарубежный опыт, то есть, той же Америки, в первую очередь, про что я каждый раз говорю, что у нас не только в экологии, а вообще в целом стране никакие решения не принимаются на основе научных исследований. В Уссанжелесе вообще загрязнение воздуха, они занимались почти 100 лет. То есть, вначале был бум промышленный, то есть, это было сжигание угля, его постепенно останавливали, потом сжигание мусора, то есть, это все на основе законов. Потом перешли к тому, что основной загрязнительный у них автотранспорт, потому что им не нужно, Лос-Анджелес не нуждается в отоплении, это жаркая страна. Во-первых, это ужесточение стандартов бензина, то есть, евро. Потом, ужесточение приобретения старых автомобилей. То есть, старые автомобили имеются в виду, что у них выхлопа больше. То есть, есть еще такое понятие катализатор, который у нас в Казахстане мало понимает, для чего он нужен в машине. Бензин – это углеводороды, и катализатор помогает дожигать, в идеале, от сжигания углеводородов, от бензина или дизеля. Получается, СО, СО2, то есть, который менее вреден для организма человека, и вода. От недожига, соответственно, все углеводороды, они образуются в следующие соединения. Это как раз-таки область моего исследования, это летучие органические соединения и так далее. У нас вообще нет никакого контроля выброса автомобильного транспорта, поэтому мне не совсем понятно, когда Экимат говорит, что у нас больше всего возгрызнение воздуха вносит выбросы автомобильного транспорта. Как вы это поняли? Если ни один автомобиль на выход не проверяться. В нашей лекции, если не ошибаюсь, вчерашней, узнала, что, оказывается, большие на самом деле есть убытки именно экономики, которые происходят из-за экологических проблем. То есть, разве не в интересах ли страны и правительства решать эти проблемы, раз это приносит такие убытки в миллиардах? Это логичный вопрос, да. Эти цифры были приведены только о загрязнении воздуха. Это не по счету других экологических проблем. То есть, это почти 6,7 ВВП в стране минус, то есть, преждевременная смертность. То есть, воздух влияет на организм человека, грязный воздух. У меня, как у ученого, сделать исследование, показать, дать рекомендации. Потому что после каждой моей лекции, когда я рассказываю, как все плохо, они говорят, что делать? Я говорю, да, это не вопрос уже не ко мне, что делать. Ну, в смысле, что делать уже прописано. Есть такая, вот такой международный опыт. Часто приводим к Китаю, потому что, почему? Потому что они тоже используют уголь. И ученые начинают говорить, нужно принимать меры, переходить на стандарты, снижать их, приходить вот таким методикам. Все говорят, вы прямо сейчас завтра хотите. Нет, не так. Везде опыт показывает, что это постепенный переход. У нас, кстати, с пояснением о вреде загрязнения воздуха большой гап, такая проблема. Учитывая, что только в Назарбаев университете есть только курс. Его сейчас недавно ввели, вот из лекции узнала в Алмаю, кажется, курс по загрязнению воздуха. То есть мало кто осведомлен, насколько это вредно. И это еще зависит от социального положения людей, где у нас превалируют люди, которым не до загрязнения воздуха. Они думают, что вечером покушать. То есть все экологические проблемы, они всегда решаются только на государственном уровне. То есть один человек или группа людей, либо ученых, они не могут этого решить. Хотите, чтобы меньше людей ездили, общественный транспорт должен быть развит. Построение быстроходящего метро, оно от 100 до 200 процента снизило концентрацию соединений. А тут ты приходишь и говоришь, что все очень плохо, но решения нет, мер не принимается. Столько лет прошло, а надо было бы вот так, а там сделали вот так круто. Но все равно, вы же методики предложили, целые две. Да, для выхлопных газов мы разработали две методики. Одну для мониторинга воздуха, еще причем из 2015 года применяли. Но мы в короткий период. Мы как раз делали вот конец марта, начало апреля. И тут выдался во время ковида, когда все сидели дома. Тогда еще было очень много неизвестных, что такое ковид, как он опасен. Я говорю, мне не страшно заболеть ковидом, но я хочу выехать и посмотреть, что происходит с воздухом. Акиматна тогда помог нам. Правда, он потом не знал, каким результатом придем, что воздух на самом деле не чистый. Нам дали разрешение, останавливали на блок-кластах. Мы сделали эти замеры. Тогда я не знала, что мы сядем и опубликуем в статье, которая сейчас most cited paper. Когда тебя цитируют и показывают важность твоей работы. И она входит сейчас в 0,1%. То есть 99,99% статей, которые цитируются больше всего. Поэтому мы такое во время хот-топика сделали, показали, что на самом деле происходило. Насима, почему складывается такое ощущение, как будто бы ученые не бьют тревогу, и сделать с этой проблемой ничего нельзя? Ученые почему не бьют тревогу, игнорируются. То есть эти все данные. Есть очень много СМИ, в которых даешь интервью, объясняешь. Мы даже завели телеглором канал, который был бы таким, где мы делаем краткую выжимку статей, научных статей. Не только наших, потому что они лимитированы. Объясняя, как загрязнение воздуха влияет на русском языке. Потому что нас много упрекают, почему мы пишем на английском. Весь мир пишет, все ученые пишут на английском статье. Министерство экологии приоритетом исследования качества воздуха никак не ставит. Ни одни исследования не были финансированы. Сейчас проекты, которые у меня есть, чтобы добиться этого финансирования, нам приходилось с моей коллегой, с вами Булькирем Рай, два года ходить вот так вот, объяснять людям, что все на самом деле очень плохо. И нужны научные исследования, что мы не можем говорить, воздух плохой или немножко лучше. Что значит немножко, что значит плохой. Нам нужны конкретные цифры, которые будут подтверждать. Сейчас три проекта проходят, и они как раз завершаются. И мы будем делиться данными того, что мы обнаружили. У нас был мониторинг в Алматы и Астане в течение года по современным методикам, дорогостоящим оборудованием. То есть мы все это закупили. И ученые обязаны распространять свои данные. Мы все это делаем, насколько это возможно. И распространить популяризацию науки, и делать науку, и поднимать тревогу, все успевать. Приходится это делать, но все меньше и меньше времени остается своего личного. Все возможное, по идее, делается. Делается, делается, да. То есть тут, наверное, еще не заинтересованность людей. В прошлом году часто собирались, зовут, но я отказывалась, потому что, ну, я в этой теме уже почти 17 лет. И говорить про одно и то же, и чаще такие сходки они приходят, потому что обсуждается, все высказывают свою тревогу, рассказывают, что дети аллергики и все остальное. И на этом все заканчивается. В последние годы как будто более актуально становится. Да, на самом деле, да. Люди заинтересованы. Вот, позавчерашняя лекция, которая была с UNDP Санель, она как раз начинала с Аси работать по качеству воздуха. И на первую сходку по этой теме 10 лет назад пришли, у нас было четверо. Их двое, я и мой коллега. Все, больше никто не пришел, хотя везде было написано, резонанс был сделан и так далее. Сейчас намного больше людей собираются и понимают. А что говорит мировое сообщество? Мировое сообщество, сейчас мы опубликовали статью, где мы сравнили качество воздуха в городах Центральной Азии, используя данные мониторинга, которые стоят у посольства США. В Казахстане нам повезло в плане того, что у нас есть и в Алматы, и в Астане. Не только, в основном они стоят в столицах, где находится посольство. Почему, например, мало знают? Потому что нет данных, нет проблем, это лозунг наших властей. Поэтому если нет данных, соответственно, они не знают, что происходит. И я всегда больше связываю это с тем, что, во-первых, ученые мало доверяют, к сожалению, так сложилось. И да, да, мало доверяют у нас, больше доверяют блогерам, инфлюенсерам, вот, увы. Нужно чем-то еще закончить? Может быть, что-то скажете читателям степи? Читателям степи? Это как state turn, да? Да, да. На вашем сайте есть информация о качестве воздуха, то есть можно смотреть, проверять. Ну и чтобы не было таких вопросов, почему кажется, как будто нету решений, как будто это тупик, и она не освещается. Соответственно, каждому нужно самому почитывать. Информации достаточно много сейчас. Развивать свою личную осознанность, да? Да, да, на самом деле, ну, я не очень люблю, которые нас говорят, там, возьмите ответственность на себя сперва, да, и так далее. Это не работает с загрязнением воздуха, потому что там немножко по-другому решается. Нужно просвещаться и понимать детали, чтобы потом не возникало вопросов таких, типа, почему вы ничего не сделали и так далее. И доверять научно проверенной информации, то есть факт-чекинг, дабл. Да, да, дабл факт-чекинг. Ну что ж, мы заканчиваем наше интервью, мы добрались до Толгарского перевала, тут 3200 метров. Интервью наше подходит к концу, спасибо, что были с нами, что послушали. С вами была Айдана, редактор степей, и Насиба, ученая, химик. Спасибо всем. Пока.